Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с художниками, скульпторами, с их работами и немножко их биографии. Джон Лич, британский карикатурист и иллюстратор. Он был наиболее известен своими работами для Punch, эмористического журнала для широкой аудитории среднего класса, сочетавшего словесную и графическую политическую сатиру в легкой социальной комедии. Лич потакал современным предрассудком, таким как антиамериканизм и антисемитизм, и поддерживал приемлемые социальные реформы. Критические, но в то же время юмористические карикатуры Лича на Крымскую войну помогли сформировать общественные отношения к героизму, ведению войны и роли британцев в мире. Я пользуюсь Википедией. Лич также пользуется известностью как первый иллюстратор поести «Рождественская песня» Чарльза Диккенса 1843 года. Кроме того, он был пионером в области комиксов, создав повторяющего персонажа миссера Брикса и несколько последовательно иллюстрированных приколов. Родился в Лондоне, отец-уроженец Ирландии был владельцем лондонской кофейни, человеком по свидетельству тех, кто его знал высокой культуры, глубоким шекспироведом и истинным джентльменом. Его мать происходила из семьи Ричарда Бентли. Ричард Бентли – английский классик и критик-богослов. Как и отец, Лич был искусен в рисовании карандашом, которым начал заниматься в очень раннем возрасте. Когда ему было всего три года, его обнаружил Джон Флаксман, который был в гостях. Он сидел на коленях у матери и рисовал с большой серьезностью. Скульптор восхитился его эскизом, не позволяя ему стеснять себя уроками рисования. Пусть его гений следует своим собственным наклонностям. Он удивит мир, совет которому последовали. Ему было 18 лет, когда были опубликованы его первые рисунки, а Форта из-за рисов. В 1840-м начал свой вклад в журналы серии гравюр Пальмонахи Бентли, где Джордж Кругшенк опубликовал свои иллюстрации. Создал множество независимых серий Афортов. Именно в сюжетах несколько более позднего времени, и особенно в тех, которые были слегка выгравированы и предназначались для цветной печати, мы видим лучшие способности художника в обращении с иглой и кислотой. Среди его рисунков четыре очаровательные иллюстрации рождественской песни Чарльза Деккенса, широко юрмонистические гравюры к истории комиксов Англии. 1848-го года еще более изящные иллюстрации к истории комиксов Рима. В 1850-х появляются многочисленные афорты со спортивными сценами, которые вместе с гравюрами на дереве были использованы Робертом Серкесом в романах Хенли Кросс. Лич был наиболее плодовит и индивидуален в работе с резчиками по дереву. Среди наиболее ранних таких и конструкций являются иллюстрации для комиксов английской и латинской грамматик. Именно в 1841 году началась связь Лича Панч, связь, которая сохранялась до его смерти и привела к созданию наиболее известных и достойных восхищения рисунков. Поначалу его карикатуры посвящены главным образом социальным сюжетам и грубые и несовершенные. Лич был быстрым и неутомимым работником. Дин Холл сказал, что он наблюдал, как художник нарисовал три законченных рисунка на дереве, проектировал, прорисовал и исправил. Как казалось, без особых усилий между завтраком и ужином. Обращаясь к ментальным качествам его искусства, было бы ошибочной критикой причислять его к рисовальщикам комиксов. Чистота и мужественность характера самого Лича отражаются в его искусстве. Мы не находим в нем почти ничего от преувеличения и гротеска, и ни капли от яростного политического энтузиазма, которым так полны рисунки. По сравнению с его великим современником Джорджем Крупшенком, его творчество ограничено как в тематическом плане, так и в художественном мастерстве. Умер 29 октября 1864 года и был похоронен на кладбище Кенсалгрид, рядом со своим другом Уильямом Мэрисом Теккереем. Вот так вкратце, конечно, из Википедии о Джоне Лич, британском карикатуристе и иллюстраторе. Пока-пока, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok